всем привет сегодня у нас ребят на обзорчики и даже на прохождении будет игра по мотивам фильма который вы наверняка смотрели не один раз даже раньше это был мой любимый фильм короткое замыкание обе части причем ребят почему я в общем то решил это видео сделать я как-то на стриме эту игру один раз проходил во первых я не помню какой стрим это был во вторых я тут нашел фишку вот видите случайно слева заметил надпись level 4 я думал это какой-то прикол уровни меняется ребят циферками от одного до девяти вот и на девятом уровне мы не играли то есть мы играли на четвертом и давайте посмотрим в чем будет разница только контроль управления сделаем вообще без понтовое меню вот я люблю такие менюшки где очень быстро меняется управление без ступников так ну поехали я вообще-то хотел видос по звездным войнам ребят сделать ну там про джедаин там где-то летает ну на этом каждый там дети медвежата вот эти вот в шестой части лесные жители ну вот игру играть просто невозможно там она настолько сильно забагованная ребят вот эта игра тоже забагованная смотрите если во время лазерного луча попасть ну вот на этот вот двигающийся слева продмет не знаю что такое лучше начинает баговать и потом он начинает где-то там по экрану бегать короче играть будет невозможно такой баг тут есть принципе эта игра тоже забагованная поэтому тут сделали безлимит энергии то есть тут даже с безлимитом есть шанс тут игру не пройдешь вот видите какой баг ребят веселый вот эти штуки пока не стреляют я честно говоря на девятом уровне эту игру не проходил даже не знаю что там будет дальше вот я специально даже не тренировался теоретически тогда в таком случае теоретически если бы у этой игры был все-таки лимит энергии скорее всего на первой сложности пройти можно было бы у меня ребят просто нет другой версии этой игры вот которая была на эргеймс и вот ту я скачал давно уже и я бы хотел попробовать все таки с лимитом энергии поиграть хотя бы первый уровень попробовать против о вертолет видите ребят раньше вертолетов не было что-то новенькое а ну да роботы тоже могут провалиться в эту дырку вертолет доставучий тут проблема как раз таки не в сложности игры именно в багах ребят то есть если он где-то застрянет на какой-нибудь вышке или на каком-нибудь баге тогда сливается все жизни приколь здесь прикольно сделано что можно в полете стрелять вот это считаю огромный плюс пусть мало игр где в полете стрельба разрешена именно для бкашки вот именно в таком стиле по моему по моему какой-то луноход про марс была игра я проходил эту игру до конца кстати там по моему тоже можно было стрелять но там по моему можно было стрелять на джойстике видите ребят какой баг веселенький то есть и как бы убил его собой а игра это не засчитывает этими гусеницами его раздавил а я не помню в фильме вроде бы не было вот таких роботов летающих надеюсь он не шмолет по мне я не помню фильмы вот таких прыгающих роботов ну вот эти вот эти были но это как бы люди вот эти вот с бластерами они в конце фильма были ну я сначала думал что это роботы но эти десантники десантники спецназ короче охрана точнее говоря охрана корпорации вот это вот где этого робота сделали не так во всем темном были видите как можно тут даже можно на месте стоять и бомбу схватил или или не схватил непонятно а они еще свои они еще своими пулями могут сами себе убивать то есть если не стреляет по вот этой вышке пуля от них отлетает и в ниже это раньше не замечал такой прикол я даже не помню провод в такие лазеры ребят не помню они стреляли раньше или не стреляли вот идет вышки с лазерными пушками знаете что мне эти звуки напоминают вот электронные игры вот типа ну погоди где я это собираешь вот один в звуки робот хитрый эти робота теле почаще появляется стали я даже не знаю здесь вот если обычной версии игры там за лазер снимают энергию или только за попадание кто ребят играл напишите комментарий чуть сам себя грохнул оба песен а вот эти вышки лазерные они очень редко стреляют поэтому можно их за врагов не считать мне именно волнует чтобы баг не произошел назад можно вперед двигаться вот если бы эту игру немножко полегче бы сделали и чтобы была стрельба по вертолетам вот это было пофигенно конечно какую-нибудь воздушную цель еще колбасить мне фильме понравилась сцена где он на пристани по яхтам стрелял этот робот смотрелось шикарно и вначале еще по танкам так если на бошку падаешь не дохнут я понял вот в этой игры плюс в том что красный цвет на бакашке основной один из основных не надо тут отрисовывать что-то такое стран странное его поняли чем речь на башку он дохнет да ребят он стабильно не сами себе убивает так половину пути мы пролетели прошли ну тут тут скорее всего игра она как раз на стелс прохождение рассчитана начнешь идут долго думать и скорее всего вертолет заварят или роботы будут генерироваться бесконечно потому что вот если пойти назад робот скорее всего появится какой-нибудь давите ребят роботы появляется со временем и спереди тоже появляются а вот эти выстрелы видимо вот эти выстрелы рассчитано что ты их будешь перепрыгивать я понял но выстрела от этих гуманоидов довольно высоко прыгает выше роста полтора роста ну в принципе тут и почти почти всегда тут увернуться таких пулей невозможно даже перепрыгнуть они слишком быстро стреляют ну а как тут вернешься смотри я почти без багов прохожу я помню что когда первые разы вот игру шпил постоянно на баги нарывался на роботов но видимо какой-то у меня скилл образовался то есть тут по факту просто добавили вертолет на четвертой сложности больше не вижу тут может путь длиннее стал ух ты попал вертолет впервые вот ребят напишите комментарий как звездные войны вот эти проходить потому что там по идиотски сделано там ты даже если очень далеко около деревьев ну пролетаешь фактически несколько метров около дерева пролетаешь на этой вот хреновине и все равно тебя дамажит и около вот этих вот бревен бочек там я даже рядом не стою а игра считает что тебя надо продамажить то есть как то я не знаю по тупому сделано и он двигается двигается чуть ли не по сантиметру то есть он он должен двигаться ну по чуть-чуть вот я не знаю опять таки как это средство называется ой ребят вот бак видите какой бак вот я про него и говорил ну это жопа ну это полная жопа ничего тут делать да ну ладно блин обидно вот это переигрывает заново не ну это тупизм этот луч будет за тобой теперь двигаться бесконечно тупизм 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 исчезнет как-то чудесным образом ну то что за звезда смерти а не не хочет ребят не хочет он смотрите капец какой-то ну что ж делать теперь он не прыгает не ходит не туда не сюда ну давайте до следующей дойдем в ушки еще раз попробуем ну это жесть игру явно не тестировали на проблемы и главное вперед вправо вперед нельзя теперь идти только назад можно идти почему-то вот тупизм я даже не буду вот это видео менять и не буду ничего монтировать как есть так и оставлю чтобы никто не говорил что игра легкая типа и проблем с ней нету вот сейчас до нее допрусь попробую там встать авось отглючит его мне в любом случае это хотелось бы проверить так стоп 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 о стоп 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 ну давай ждем пока нашмальнет ну это жесть да были были такие ребята игра на бакашке недописанные или ну недотестированные и их можно пройти только ну случайно как то вот если баг не поймаешь не а все труп труп а обыдно обыдно ладно но по моему ни разу еще не стрельнул по моему он даже не стрелять и не собирается давайте еще раз лево ну ладно я понял бесполезно это баг это баг неизлечимый ой какая музыка веселенькая не ну если второй раз этот баг будет я с ума сойду ну опять таки это проблема на девятом уровне то есть на четвертом когда играл либо либо там эти пушки не стреляли либо мне просто очень сильно везло что я на луч не нарывался вот в эту лужу тоже если упадешь светящуюся тоже может быть баг и что-то ты в этой луже застраиваешь навсегда мне просто интересно было бы посмотреть что в конце игры то может там еще нибудь какую-нибудь заставочку покажет веселую на такой сложности пушка очень редко стреляет да интересно ребят такой вопрос на бакашке какой-то определенный набор звуков ну уже запрограммирован или люди эти звуки как-то сами ну программируют потому что во многих играх на бакашке звуки очень очень сильно похожи в принципе и на спектруме похожи но спектрум меня мало интересует вот на бакашке вот именно попадаются настолько редкие звуковые эффекты которые только уникальны в какой-то определенной игре например вот в играх бортника там звуки шикарные особенно особенно когда там стреляешь взрывы супер просто когда ты ну в Слирисе когда ты черепок ты сбиваешь он нагибает всех звук офигенный там еще низкие частоты такие прямо ж кайф вот реально как взрыв ощущаешь а а для чего вот эти желтые желтые столбы ребят к поисков кто-то может это machtемор 영화 как humanity вот эти вот вот эти вот желтое зеленые вот эти вот столбы но не как как бы желтого зелёной желтоакромных его да Eagles который сейчас стал вот да на него можно встать принципе если аккуратненько приземлиться ах ты видео видели какой баг с ракетой то есть один снаряд может тебя продамажить несколько раз получается. То есть он не взрывается, он тебя будет дамажить пока ты не отойдешь. Но это игры, я считаю, это недоработкой игры с таким приколом. Жаль, что автор игры все-таки не допилил эту игру до ума. Игра неплохая, в принципе. Сильно-сильно однообразная получилась. Ух ты блин. Эти пушки аж меня пугают. Вот эти вот, которые с завесончиком. Вот, ребята, еще заметьте, на бокашке-то нету белого цвета оригинального своего. А видите, как выглядит? Вот эти вот как переливаются внизу эти лужи. Такое впечатление, как будто там не белый цвет, такой цвет сварки. То есть очень грамотное перемешивание цветов. И на бокашке вот таких псевдо цветов, по крайней мере в демке я вил 32 цвета. Кстати, еще, ребята, одну демку прикольную нашел для БКшки. Но она очень коротенькая. Если вам интересно, я по ней видос запишу. Ну демка классная, ребята, она красивая. Я даже не ожидал, что БКшка такое могет. Именно оригинальная. Ну, 0.10, 0.1. Ну, или 10, скорее всего. Это без разницы, по-моему. Оперативка-то одинаковая. А че это ты прыгаешь по прогун? Оперативка-то одинаковая. Так, половина почти. Родина. Может сохраниться, ребята? Я сохранился на всякий случай. Если вдруг баг будет, я просто переиграю с того места. Но его в пень. Не хочу заново мучиться. О, вот сейчас сохранился. Что-то не ту комбинацию нажимал. Ладно. Сохранка делается клавишей Alt-S. Кто не в курсе, ребята. Ну, это все в меню, в принципе, прописано. У кого вдруг будет такая версия. Да, по-моему, вот эти лазеры, они стреляют вообще рандомно. Полностью рандомно. Чуть-то, блин, испугали меня. Нет, что-то мне кажется, ребята, это не люди. Это все-таки какие-то роботы. Потому что люди не могут вот так вот тупить и просто идти на мясо в эту лужу. Я не знаю, были ли в фильме роботы именно такого типа гуманоидного. Не помню просто. О, я помню, что такие роботы были в фильме про панакляксу. Там, блин, жесть, конечно. Или это еще утюг. Шикардос тоже был фильм. Кстати, у меня он есть. И причем еще в русском дубляже, ребята, я нашел его. Хотя дубляж считался как бы потерянный. Многие писали, что дубляжа не существует. Ну, мне вот удалось найти. Блин, а хорошо, что я сейчас не баганула. Так, я понял, я понял, я понял вас. От вертолета можно отходить немножко. Ух ты, и только вертолеты. Я думал, что будет немножко больше роботов. Так, и что это у нас? Опять баг веселенький. Да, ребята, опять баг. Если я пойду влево, меня просто засосет в эту лужу. Все. Видите, так разбаговалось. Это он сам застревает. Я даже ничего не нажимал, то он сам отошел почему-то. Ну, опять. Так, 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 так. Не-не-не, я влево не пойду. Я влево не пойду рядом с пушкой. А то сейчас меня опять зашкварит. Ну. А, все, он сам, он сам решил задохнуть. Опять я ничего не нажимал, он просто сам решил под гусеницу подлезть. Подлезть. 80% где-то прошли. Мучений. Эх ты, хорошо. Я уже эти столбы боюсь. Кстати, в лужу, в лужу я всего один раз провалился. Это достижение. И то из-за бага, ребят, и то из-за бага. То есть, в принципе, какие-то скиллы у меня тут имеются. Кстати, я недавно знал, ребят, что некоторые игры, которые авторы пишут, они сами их реально даже и не проходили. Вот чем дело. А как это возможно? Откуда-то до автора будет знать, что игра рабочая. Или вот реально вот люди пишут игры и рассчитывают, что все как бы отлично и проходимо. Может раньше слово баг такое не знали даже. Так, стоям бы. По-моему, эти вышки, ребят, их убивают даже если эти роботы просто к ним прикасаются. Это что-то типа каких-то энергостанций, наверное. По-моему, вот эти вышки, они как бы, ну, не совсем вражеские. То есть, они сами по себе какой-то выброс делают энергии. Ну, вот эти вот, да, стреляющие. Опять, ну шо ж такое-то. Да ну нафиг, если сейчас забагуют. Так. Молодец. Кстати, здесь прикол, что он может с места прыгать. Вот тоже мало игр, где обычно в таких играх надо с разбегу прыгать. А здесь может прям с места, видите, ребят, с места и перепрыгивает. Так. Кошли. Что? Ага. И? Опаньки. Есть, да? Плесоцепт. Пожалуйста, примите мои конгротерейшнсы. Кхм. Плесоцепт. Крекет. Крекет. Бай. А. Ле. 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 Ков. Ага. То есть, это злом. В 92-ом году был злом, а какого года игра, я не знаю, ребят. Надо посмотреть. Кхм. Ну что, по меркам БКшки картиночка неплохая, конечно. Давайте я музыку дослушаю, может что-то там еще будет на экране. Так, музыку мы отслушали. Угу. А, в принципе, ребят, все. Я еще хотел, знаете, что проверить? Вот первый уровень, просто поиграть парочку минуты. Посмотреть, в чем будет заключаться разница. Веселая музыка при старте уровня. Че вы, серьезно? Аааа, ребят, я понял. Это скорость. То есть, первая наоборот, это как бы, первая скорость наоборот, самая... Ну, первая сложность, это самая высокая скорость. Все. Можно не пробовать. Да нет, тут игра, тут игра. Это глупо. Это глупо. Это глупо. Нельзя тут играть. Ну, вот это самая нормальная, вот эта девятая сложность. На этом, ребят, все. Видосики закончены. Игру мы прошли. Кто хочет немножко мазохизма, можете сами попробовать поиграть, особенно на высокой скорости. И всем, ребят, спасибо, кто может и поддерживает наш канал Донаточка. Отдельная, ребят, благодарочка вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...